В мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На оккупированной территории Беларуси за годы Великой Отечественной было создано 260 фабрик смерти и мест массового уничтожения людей. Один из них – Тростенец. Здесь убито свыше 200 тысяч невинных. Жертвами нацистских преступлений стали несколько миллионов человек. В Беларуси на законодательном уровне планируются новации, которые позволят исключить допуск недобросовестных подрядчиков на объекты капремонта. Местные власти смогут выбирать проверенные службы. При этом будет строго контролироваться стоимость работ. Сейчас в стране 150 проблемных домов. Там превышены сроки выполнения. До конца года в Беларуси запрещено серьезно повышать цены на ряд лекарств. Соответствующее постановление издал Совмин. При этом правительство определило порог, выше которого стоимость медпрепаратов не должно расти. В списке 46 позиций. Среди них амоксицелин, аспекард и парацетамол. Белавиа возобновляет прямые рейсы в Казань и Екатеринбург. По измененному расписанию осуществляются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай. Приостановлены отправления также в Тель-Авив до 17 апреля и в Краснодар до 29-го. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе». Акцент сотрудники МЧС сделают на обследовании противопожарного состояния домов одиноких, пенсионеров, инвалидов и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. С начала года в Бобруйске произошло 39 пожаров. Огонь унес жизни 7 человек.